Дорогие Господи, братья и сестры, я живу в рамках вашей церкви с определенным обстоятельством. Я задержался здесь, в Праге. Я хочу приветствовать вас, мир и любовь Господа нашего Иисуса Христа, миру. Для нашего рассуждения и для отзывания я хочу прожидать со второго послания от Руссла Баба Коринфиану в 13-й году 5-й стих. И будем размножать на Слову Божию. Второе послание Капельчанова, 15-й глава, 5-й стих. Испытывайте самих себя. Уверен ли вы, самих себя исследователей, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос у вас, а разве только вы не то, чем должны быть. Апостол Павел дает наседание Крымской церкви и говорит, что нужно испытывать самих себя, уверен ли человек? Самих себя испытывать. Почему так важно именно испытывать себя, уверен ли вы? А это потому важно, потому что Слово Божие говорит, что, во-первых, наше спасение зависит от нашей веры. Слово Божие так и говорит, ибо благодать и убрать спасено через веру, и сильнее от вас Божий дар. Почему еще так важно испытывать себя, уверен ли вы? Потому что оправдание наше перед Господом зависит от нашей веры. Слово Божие так и говорит. Апостол Павел говорит, мы о природе иудеи, а не из язычника, гречника. Апостол Павел говорит, что человек обталкивается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не предается перед Богом ни кем-то не будет. Почему еще так важно испытывать себя, веря ли вы? Потому что через веру мы можем убудить Господу. И Слово Божие так и говорит. Иеройя Божия Слово Божия говорит такие слова. А без веры убудить Богу невозможно. Ибо надо, чтобы приходящий Бог уверовал, что Он есть и ищущий Его воздает. Я помыслу и хочу с вами поделиться сейчас с проповедью на эту тему. И тема моей проповедью 5 признаков живой и спасающей веры. Я задумался, как можно определить и испытать веру человека. Истинная ли это вера? И может ли эта вера какую он имеет спасти человека? И я хочу сейчас с вами поделиться об этом. Поповедью 5 признаков истинной, живой, спасающей веры. Поповедью 5 признаков истинной, живой, спасающей веры. Что такое вера? Он, Слово Божие говорит, что вера же есть в осуществлении ожидаемого и уверенность в невидимом. Вы знаете, иногда люди так живут в этом мире, что если посмотришь за их жизнью, то задумывайся, верят ли они в то, о чем говорят. Ведь Слово Божие говорит, что вера же есть в осуществлении ожидаемого. То есть то, что человек ожидает, он в своей жизни осуществляет. Но я вам хочу сказать, что это не только, знаете, признаки нынешнего времени. Еще во время апостола Павла были люди, о которых он поступал говорить. Послание коринфянам пишет, говорит, отвезитесь, как должно, и не грешите. Ибо, к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. В то время тоже были люди, которые посещали церковь, но апостол Павла говорит о них, они не знают Бога. В втором послании к ферсоциалоникийцам он говорит, и чтобы нам просить ферсоциалоникийскую церковь, чтобы они молились. Ослужение апостола Павла, он говорит так, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, и более всех, и веры. И сегодня, братья и сестры, я бы хотел просто, чтобы каждый испытал свою веру. На основании вот этих пять видимых признаков истинной спасающей живой веры, чтобы каждый испытал свою веру. А какая у меня вера? Может ли эта вера спасти меня? Однажды ученики спросили Иисуса Христа, говорят ему так, уноши нас в веру. И Христос говорит им, имейте веру в Божию. Я понимаю, в основании священного представления, что вера – это дар Божий. В момент возражения Бог возрождает и нашу веру, и у нас истинная евангельская вера в Господа Иисуса Христа. И встречаются люди, которые имеют человеческую веру, которая основана на их умственных заключениях. Есть люди, которые имеют иисусскую веру. И слой Божий так и говорится, что они бесы бедуют и крепещут. Но Слово Божие говорит, что он нам с вами имеет вот эту истинную Божию веру. Сейчас я хочу, чтобы каждый из вас испытал свою веру. В пример истинной спасающей веры я хочу взять человека, героя веры, о котором написано, как и у всех других героев веры, описано так, что Бог не стыдится их, называя себя их Богом. и он предоставил город для них. Я хочу, чтобы вы могли узнать, о каком человеке я сейчас буду говорить, и кого я хочу взять в тюрьме для подражания нашей веры. О нем записано послание к Евреям в одиннадцатый годовек, которое называется главой героев веры. И написано оно так. «Верою, вот этот человек, повиноваться призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и в Божье не знает куда. Верою, победавам на земле, победованы, как на чужой, и жил в затрат с сисаком и ягодом, с у наследниками и в тугожем бедовании. Ибо он уже был в городе, имеющий в основании, и в тугожем и исповедили Бога». О ком идет речь? Давайте сейчас. Об Абраме. Действительно, Абрам – это герой веры. Более всего, Слово Божие говорит о нем в Галатах. Апостол говорит о нем такие слова. Так, Абрам поверил Богу, и это изменилось ему в правильность. Но знайте же, что верующие – столь сына Абрама. И Писание говорит, что Бог веру и продать язычников предвосвестил Абраму. И в беде он расправляются все народы. И так верующие не расправляются с верным Абрамом. Более всего, Абрам есть отец всех верующих. И он есть отец нас. И я думаю, Абрам не будет против, если мы испытаем его веру. И на словании Писания посмотрим, как же Абрам верит в Господа. Итак, первый признак истинной спасающей веры – это вера, которая возрастает. Слой Божий написал такие слова. Апостол партнер по стране, кислом кислом говорит такие слова. «Всегда по справедливости мы должны воздавить Бога за воскрадение, потому что возрастает вера ваша и влажается любовь к каждому другу другу. Между всеми вами…» И смотрите, что говорит Апостол партнер по стране. «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и веруем по всех мнениях и струбях эрусимых вам». Итак, первый признак истины спасающей веры – это вера, которая возрастает. Что это значит? Это значит, что от того времени, когда мы уверуем в нашего Господа, до сего времени, наша вера должна улучшаться, она должна возрастать. Если она не возрастает в познании Господа, если мы ныне более твердые на протяжении 20-30 лет вере, это значит, что у нас нет истины, спасающей веры, веры от Господа, которая растет и возрастает. Потому что вот живой организм, он растет. Я думаю, что многие из вас наблюдали такую картину, когда вы едете по асфальту и видите, что живое растение, такое крупное, маленькое, но оно пробивает асфальт. Оно живет, оно стремится к жизни. И вот Слово Божие говорит, что именно первый признак истины, спасающий веры – это вера, которая возрастает. Давайте посмотрим, когда жизнь Абрама испытает, как возрастала его вера во всемышний, в Бога живого. В Бытие 12-й Галере мы читаем об Абраме такую историю, что Бог призвал Абрама и сказал Господь Абраму, времена земли. И мы читаем такую историю, и пошел Абрам, как сказал ему Господь. Мы видим, что на протяжении жизни Абрама, когда он поверил Господу, он пошел в ту обетную землю, которую указал ему Господь. Есть еще такая история о жизни Абрама. Говорят, что когда он стал задумываться за тем, кто есть истинный Бог, потому что он жил, когда у Мисопотамии, это была земля, где было очень много идоловоклонства. Его сам отец, фара, он имел несколько собачков, которым постоянно клялся. Кланялся, прославлял их, и Абрам хотел убедить отца, что это только Аиды, которые ничего не могут. Это пустые, это пустые. Но фара, отец его, не соглашался с Абрамом. И однажды, говоря, в ночь в этом, есть такое сведение, я не знаю, насколько оно истинно, но хочу поделиться с вами. Однажды в ночь Абрам взял вот этих башков своего отца и было несколько и всех перебил. Он и всех истребил, оставил только одного большого. Когда утром вот этот отец с фаром придел к тому месту, где были эти его башки, и дал дождь ему поклониться, он купил вот этот ящик, где они сохранялись. Он в ужасе заметил, что всех перебитый только один, большой стоит. Он говорит, кто это сделал? Смерть тому человеку, кто это сделал. И призвали Абрама, когда ты это сделал, он говорит, это сделал вот этот Бог, который один остался. Он взял и перебил всех их, всех меньших башков. Вот этот отец говорит, это не может быть. Это неправда. И тогда Абрам говорит, вот видите, вы сами не верите в то, что могут ваши боги. Если он бог, он может это сделать. Если он видел, ничего не значит, только изображение, он ничего не будет делать. И так Абрам доказал своему отцу, что действительно вот эти боги, вот эти идолы, они ничего не могут. это просто его потворство отодействия живого истинного бога. И так и вы наблюдаете за Абрамом. Он вышел из земли и пришел в землю арестованную. И написано, мы читаем эту историю, он ходил и рассматривал землю, вырастал и испытания для веры Абрама. Настав, мы читаем, голод в той земле. И что он делает? Он сходит в Египет. Он не расставил жену, цару, племянника своего и пришел вложить в Египет. И там в Египте испытания для веры Абрама. Он смотрит на свою жену, о которой сказал, что она была женщина, прекрасная вина, и говорит ей, слушай, Сара, сделай на тобою милость. Скажи, что ты не жена моя, а ты сестра моя. Хорошо, что увидят египтяне твою красоту и убьют меня. Если так, знаете, испытывать жизнь и веру Абрама, мы видим, что вера Абрама начинает только возрастать, в живого Господа. Он еще боится за свою жизнь. А ведь Господь сказал, что Абрам, иди в землю, которую я укажу тебе, и от тебя произведу большой народ, и в тебе, в тебе благословятся все народы, все племена земны. Бог не сказал, что от фараонов произведет большой народ. От тебя, Абрам. Мы видим, что вера Абрама начинает только клепнуть в Господа. Он еще боится за свою жизнь, и он отдает цару в чертог фараонов. Я думаю, что здесь сидят мужья, ревостные братья, которые бы никогда не отдали своих сестер кому-то другому. Правда? У нас живет, в присутствии в нашей душе есть такая нервность, что мы за свою жену или за свою семью до смерти будем стоять. И представьте, Абрама говорит, ты сестра моя. Но сам Господь в лидер вмешался за жизнь Абрама. И в результате Сара она была обдавана Абрама. Но давайте дальше смотрим на жизнь Абрама. Когда он вышел из Сура Хантейского, написано, что ему было лет 75. 25 лет проходит в этой земле в скидании Абрама, когда он получил обедование, что родится Исаак, наследник сего. И где-то через 14 лет проходит приблизительно около 40 лет Господь испытывает снова веру Абрама. И мы видим, что Господь говорит ему, Абрам, азнислено единственного твоего, которого ты любишь и на то место, которое я подхожу тебе и там принеси его в жертву. Если мы так читаем, испытывая веру Абрама, он повел вас на голосу Бога. Он взял своего сына, взял описано Аслана, взял дрова, взял власть своих двух слуг и пошел в то место, о котором говорил Господь. И представьте себе такую картину о них внутри ехать. Что же он был испытать отец, боясь за жизнь своего сына? Они идут в волчь. И когда он говорит еще на то место, которое указал Господь, Абрам говорит такие слова своим слугам. Останьте здесь, а я и сын мой пойдем принесем жертву и возвратимся. Абрам, ты не понял, ты должен принести Исааке жертву. Как же ты говоришь, что мы пойдем и возвратимся? И братья сейчас, когда есть вера в Авраам, он увидит, что вера в Европе настолько в вас на славу Господа, что если бы не было написано в послании июлеем, что он думал, что наделся, он бы даже не догадался, смотрит тяжелое писем о Ваврааме. Почему он так говорит? Верую в Авраам будущий искушает принес жертву Исаака и имеем витумание принес единородного, о котором было сказано у Исаакина в часа повесения и он думал, что Бог в силе и из мертвых воскресенье. Почему и получил его предзнаменование. Вы представляете, когда он умирал, в начале своей веры, он на только имел такую крупную веру, что он боялся за свою жизнь. Но сейчас, когда прошло уже более сорока лет, он имеет большую твердую веру в Спасителя, в Бога, и он даже верит, что Бог мог из мертвых воскресить его сына. Я думаю, что в тот момент, когда он взял нож в руку и занялся своим сыном, если бы не остановил его, я думаю, что он действительно пронзил бы его и принес бы его жертвы. Потому что он наделся, что Бог может из мертвых воскресить его сына. Потому что Бог сказал, что в Исааке наличится невесение. И он в это верит. Дорогие братья и сестры, давайте испытаем свою веру. Действительно, твердая ли она на протяжении нашей жизни от того времени, когда мы веровали в Господу? Или действительно, у нас постоянно надо, как апостол вам говорить, обращаться с вами, как с младенцами, которых нужно еще кормить молоком, а не твердую пищу, которых постоянно надо направлять на истинный путь жизни. Иногда бывают такие случаи, я слышал такой случай, что когда у нас сестричка состаривалась, и уже надо было, она надлежала налоговой болезни, и надо уже приготовиться к переходу в вещность, она настолько боялась, что иногда спрашивала о вас может, она так боялась и спрашивала а может мне еще молиться не Иисусу Христу, а молиться еще кому-то другому, какому-то хода дают другому, чтобы он спас мою душу. Братья и свидетельствует, вера, которая была в нашей жизни, она не истина, она не Бога, она может быть человеческая, но не Божья. Давайте испытаем свою жизнь, а какая вера у нас. Крепкая ли она в том времени, когда мы умерли, возрастает ли она, или мы постоянно падаем, спотыкаемся, и нас надо постоянно направлять на истинный путь веры. Да долго стоит вас господин действительно вера вашим возрастом, чтобы она была живой и спасающей. Второй признак истинно спасающей веры, на которую я хочу обратить ваше внимание, это вера, которая имеет добрые дела. Слово уже так и говорит, апостол Лякова говорит такие слова. Что пользы братьям они, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его, но хочешь не знать мертво, так и вера без дел мертва. Итак, мы можем говорить, что истинная спасающая вера должна иметь добрые дела. Я не буду сейчас говорить о том, добрые дела, которые мы должны делать и творить как истинные христиане. Больше вы знаете, потому что можно так и говорить про Михаиле сказано ночной «Сказал тебе, что добро, причем требует от тебя творец действовать справедливо любить дела милосердия и смиренно мудримо ходить перед Богом твоим». Я хочу обратить ваше внимание на одно доброе дело, которое мы должны с вами постоянно делать, на одну такую христианскую добротедель, о которой Слово Божие говорит, что мы должны ревновать о ней. Сегодня многие динаминации ревнуют о каких-то духовных знаниях, чтобы говорить на этих языках, а Слово Божие говорит нам, что мы должны в послании Калинина по словам говорили эти слова «В нуждах святых принимайте участие, ревуйте о страноприимствах». Это странное слово для нас, оно сегодня не удерживается в вашей мексиконе, но для чтобы было понятно для нас, это одно и то же что гостеприимств. Ему Слово Божие говорит, что обетом мы должны с вами ревновать как дети Божьи, те, в которых есть истинная живая спасающая вера. Давайте испытаем веру Абрама в дисциплину его жизни и всю слово вот это страноприимство или гостеприимство. И мы читаем об Абраме в 19-18 годах эту историю. Когда Абрам уже написан составился, он сидел у дуба Абрама. И вдруг он видит, приближается к нему трое странников. И мы видим, что Абрам встал и побежал навстречу этим странникам. Он не пошел потому что Бог просто пойдет уже был в преклоны гонар, но он встал и побежал и начал просить их зайти в его дом и говорить им такие слова. Если мы прочитаем в 19-20 главе, увидел он пришел навстречу им от входа в жахер свод и пополнился до земли и сказал «Владыдер, если я уйдет во поколение предпочай ведь вы не пройди никого рова твоего и принесу мне вот владыд и уборит ноги ваши и от бог я дядь с дерьмом а я принесу леба и вы подберите сердца и потом вы делаете вкусно так как вы держите его рова ваша действительно вот это гостеприимство и старого гостеприимства присутствующие в жизни Алана он пригласил вот этих путников в свой дом в сегодняшнее время вы знаете как особенно когда это криза финансовая оказывать гостеприимство просто если поразвышать просто неприятливо потому что это будет очень невыгодно но он оказал и мы видим в жизни что он пришел к саре и говорит сада сюрприз к нам идут гости иногда я замечал когда надо пригласить кого-то гости в свой дом мы суетимся потому что у нас нечем погостить вот этих гостей которые пришли к нам но я думаю что сада тоже не было готова менять у гостей Абрам пришел говорить сада к нам идут гости что делать иди замеси хлебы абрам говорит оторву твои и приготовить теленку братья сейчас как вы думаете сколько надо времени чтобы приготовить теленку я думаю минимум два часа я хочу вам сказать что ослеписту одно не заключается в бизнес власти этих блюд которые мы можем поставить на стол перед нашими гостями но она заключается в том что мы располагаем своим временем и уделить вот это свое время для гостей я думаю что за эти два часа летли когда мы приготовляли этого теленка и за это время когда сара пекла вот эти хлебы Абрам имел беседу со странниками он беседовал с ними он уделял им свое время вот слово боже учит нас что и мы должны ревновать остров приемстве то есть мы должны приводать свое усилие чтобы принимать гости свой дом чтобы уделять им свое время не то чтобы мы что-то поставили что-то изысканное на стол чтобы просто мы уделили им свое время однажды я разговариваю с этим братом на той церкви у нас с горбаки и после собрания мы вышли и нашим житель который нацеловает преследователь церкви разговаривает с одним братом практически все ушли все ушли уже никого не осталось я смотрю стоит далеко от меня одна сестричка пожелая еще нас ждет вот брата разговаривает с этим писем народ наш вот я так стою и слышу идет односвечательное ее как раз возле дома молитвы учили парни а что вы так долго почему почему не уйдешь дома а вы говорите эти слова ну пришли вот эти и стоят здесь и стоят и разговаривают и разговаривают я себе подумал вот хорошо оказал на гостеприимство мы не напрашивались за стол в ее дом мы просто брат разговаривал спецвитер я думаю что давайте сейчас не нужно так поступать если у нас живая истина и спасающая вера я думаю что мы должны занимать гостеприимство и я благодарен вашим братьям которые здесь праздник мы постоянно передаем гостеприимство помните меня правильно я сейчас не напрашиваюсь к вам гостей но просто контактирую истинно спасающий живой веры которая имеет вот эту добродетель гостеприимство и слава боже говорите что мы должны реализовать как делал и наш отец веры Абрам он действительно пригласил вот этих странников свой дом угостили и после они пошли своей дороге третий признак истинно спасающий вера на которое я хочу обратить ваше внимание это вера которая побеждает мир слово боже говорит в первом прослании Ивана Ивана говорит эти слова «Ивом всякие рожденные Бога побеждает мир и сия победа победившая мир вера наша Я думаю что все понимают что сегодня именно Сатанат и этот мир он всячески старается склонить нас от веры Его Бога Сегодня мир внедрается в церкви Сегодня мир он хочет растить нашей души Но Слово же говорит что сия победа победившая мир есть вера ваш Однажды я вам хочу сказать я был одной церкви в городе Севастополь когда еще был наш Я посетил одну церковь Вы знаете когда я сидел там в собрании я очень возмущался душу Я смотрел во всех прихожан этой церкви и я просто возмущался дух Я понимаю что это город что это большой город Севастополь Далее те служители которые вышли служить в горе и почему я очень возмущался они жвали жвачку Вы знаете может один поэт или певец можно ему так сказать голос такие большие сзади и сзади одного Один полностью под человеком этого мира он вышел славить Господа и можно жвачить если хотите испытать маски жвачки попробуйте каждый под лапочкой действительно надо петь там жвачку Вы представляете что это за знаете я даже могу сказать за подлояз если как приходи в дом ловий и на лапочку приклеивая жвачку разукрашивая если естественно если это ничего понимаем если они все зеленые все красные даже самушки там все такие молодые все петушки вы знаете волки я возмущался и задавал вопрос Господу Господи но почему так почему я не узнал никогда моих братьев сесер если бы я не был в доме молитв ответил это было наутренем собрании в том же городе все в основе это было отдельное мастер и когда я пришел в церкви я увидел тут же город тоже служение но совсем другие люди святые которых я мог бы узнать даже на улице я по ним не прошел мимо мимо своей сестры потому что я узнал ее это моя сестра внешность прилично святая и он словно говорит что третий признак истинно истинно спасающий вера это вера вера поддерживает этот мир мы можем сказать вы живете в этом мире вы живете в большом городе меганголисе Праге вы не можете быть отделенными какими-то чтобы на вас обращали внимание мы должны быть святыми во всем словно слава 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 будьте святы и духом и телом потому что Господь святой и Он требует до нас справления этой святости действительно в жизни давайте испытаем веру а как Авраам действительно побеждал этот мир и мы читаем по жизни к Аврааму где-нибудь 14 и говорит такую историю когда вот четверо царей приходили воевать спинут с царями и когда вот эти четверо царей вот это царь кедрова умер они захватили в Содоме они взяли лото племянника Авраам они ушли к Аврааму приходят и говорят что племянник в бою попал в плен он написан в плем взял работ своих и своих союзников и ночью шел всю ночь пришел напал на этих царей и победил их и возвратил все имущество Содома и племянника своего Влада когда он пришел к Содому этот царь Содомский вышел ему навстречу и давайте посмотрим что произошло и сказал царь Содомский Авраам отдай мне людей а имение в жизни себе но он сказал царь Содомский поднимай руку мою Господу Богу Всевышнему Владыке не бойся что даже нитки и ремня от Бога меня возьму из всего твоего сегодня он хочет сегодня либерализм внедряется в нашу воду и мы говорим ничего не важно она побеждает как победил свою веру сказал ничего от твоего не возьму и после того не бойся я точно только 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 после того как правил свой кашпейт пределу, вы знаете, вот этого царя Содомского, который символизирует с собой вот этот мир, со своими похотями и страстями, которые, вы знаете, ввязают церковь в нашим умом. Только Господь тогда сказал ему, я отвощу, награда твоя, весьма велика. Да бога сытит вас Господь, братья, все-таки, чтобы действительно в своей жизни могли побеждать этот мир, чтобы ваша вера была твердая и крепкая, чтобы она была истинная и спасающая для вашей душ. Четвертый признак, на который я хочу обратить ваше внимание, это вера, действующая любовью. В послании Галатова слово говорит на такие слова, и Бог во Христе Иисус не имеет силы ни в обрезании, ни не обрезания, но вера, действующая любовью. Апостол говорит, что начало веры – это добродетель, а конец веры – это добротолюбие и любовь. Действительно, в своей вере в Господа мы должны проявлять любовь. Это четвертый признак истины спасающей веры. Любовь к кому? Давайте испытаем Абрама, в чем же он проявлял эту любовь и к кому? В 2018 году мы читаем такую историю, когда Господь решил истребить города Садовские и Гогорские, потому что жители их были весьма грешны. Господь сказал такие слова. И сказал Господь, удаю ли я, но до Абрама, раба моего, что хочу делать? Такие братья и сестры, как вы думаете, у вас сейчас Бог удаил, что ожидает этот мир? Его ожидает истребление, потому что люди не хотят покориться Владуке и Владыре, к живому Богу Всевышнему. Они живут в своем удовольствии и не думают, что придет время, когда Бог каждого не зовет на суд. И смотрите, что он читает об Абраме. И когда Господь открыл Абраму, что он хочет истребить вот эти города Садовские и Гоморские, Абрам стал когда-то в странной болитве за этих людей, за своего племянника, который живет в Бедном Садовом. И прошел Абраму, и сказал Владыке, Владыке, неужели ты покупаешь эти города, если там найдется 50 правильных? Господь сказал, если там будет 50 правильных. Но Абрам снова когда-то, если ты говоришь, а если там будет 45, не помню, если будет 45. Потом говорит, а если там будет 40, не помню, если будете 40. Братья и сестры, кто из этого, за какие раз Абрам просил Господа, сколько раз он просил Господа, что Бог не истребил вот эти города, если там найдется хотя бы 10 правильных. Но не на что там не 10. Если так рассмотреть, он просил отмелься о 45-е, 40-е, 30-е, 20-е, от 10. 6 раз Абрам в ходатайствовой молитве стоял перед Господом и просил Господи, не истреби. Если так разобраться, многие братья понимают, что цифры имеют большое значение в Библии, потому что цифра 7 – это Божья, а цифра 6 – это человеческая плавота. Но если так разобраться, то мы видим, что Абрам, он все свои человеческие старания, позади, он всеми своими силами просил Господа о помиловании этих городов. Он хотел, чтобы действительно Господь помиловал эти города. Но там не нашлось и Браги. Братья сейчас, как вы думаете, что двигало Абрама? Я думаю, что это любовь. Да действительно, любовь, потому что она имеет большую силу. Если Абрам не любил этих людей, казалось бы, эти люди грешные, туда имей путь, Господи истребляй. Иногда мы живем в этом мире и говорим, Господи, истреби этих нечистинцев. Но действительно, любовь не говорит, как раздействие Господи, что Бог не завидит, не гордится, не превозносится нищий своего. Любовь все переносит. Любовь никогда не перестает. Вот это делает любовь. И Слово Боже говорит, что в нашей вере мы должны именно оберегать любовь к нашим близким, к нашим родственникам, чтобы ханатайствовать о них перед Господом, чтобы Бог спас их души. Хочу вам еще рассказать один пример, какую христианскую притчу. И вы еще поймете, однажды на одном городе были двое предпринимателей. Один был верующий, другой человек, который не знал Бога. И это не мешало им дружить. Они постоянно были вместе. И однажды вот этот человек, который не знал Бога, был в командировке, а потом в городе он по каким-то непонятным обстоятельством потом на собрании и уверен, покаялся и принял Господа Иисуса Христа. И когда он встретился со своим вот этим другом, который был верующим, он ему рассказал, что он принял Господа Иисуса Христа. И вот этот брат, который был верующим, он очень обрадовался. Говорит, знаешь что? Вот мы были друзья, а сейчас мы еще стали и брать. А вот этот, который вернул, говорит, открыли мы друзья. И вот через случай. Мы были друзья, когда ты еще был неверующим, а сейчас мы и брать, и друг, и нет. Это во время не будет друзья. А почему? Да вот во время мы слушаем друг или брат. Вот за все это время, когда ты дружил со мной, с моей семьей, ты веровал так, что если человек не примирится с Господу, посредством веры Иисуса Христа, он навсегда погибнет нету в мире, и душа его окажет самоту. Он говорит, я так мировал. И ты на протяжении всей моей дружбы, не разу не сказал мне об Иисусе Христе, ты не любишь меня. И братья и сестры, знаете наши родственники, знаете наши соседи, знаете наши коллеги по работе, что ожидает этот мир? Что если они не примиряются с Господом, они навсегда погибнут, и возможно нам некогда, из-за наших дел, нам некогда благовестство им. Но Слово Божие гордится, что четвертый признак, истинно, спасающая вера, это вера, которая действует в любом. Если мы любим людей, мы будем молиться в них, чтобы они действительно пришли к вере в Бога. И пятый признак, истинно, спасающая вера, на которую я хочу обратить ваше внимание, это вера, которая влияет на окружающих. Мы читаем такую историю об Абраме, и в его оформлении об Евгелии с Пекомом, во начальнику, сказал Абраму, «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь». Другое место мы читаем об Абраме, когда сынахета говорили ему, когда он просил место для сохранения своей жены, а сынахета отвечали ему и сказали ему, «Услушай нас, Господин наш, ты князь Божий среди нас». Братья и сестры, пятый признак, истинно, спасающий жимой вера, это вера, которая влияет на окружающих. То есть люди, которые смотрят на нашу жизнь, верующие, они хотят подражать нашей жизни, они хотят быть точно такими, как мы, они хотят перед того Господа, в Которому мы верим. Я хочу рассказать один пример, который произошел с моим другом, его звали, зовут Боя, он в Сумане, в Украину. В одно время он, молодой человек, получил возможность ехать в Штаты, была такая программа по облику студентов. И для того, он поехал в Штаты, появилась такая возможность, он со своими однокурсниками учился там в институте, он поехал в Штаты, и представляете, когда молодые люди, они решили страну свободу. Нету родителей, нету тех людей, которые их знают, это свобода. Это действительно Америка, делай, что хочешь, и живи, как хочешь. Вот наш горе провалить, что он был вместе с двумя вот этими однокурсниками в общежитии, и молодые люди вот такие, начинали вести расходную жизнь. Они до утра, знаете, гуляли, пьянствовали, а наш горе, а он имел и такую хорошую практику, о нем свидетельствовала его сестра, он вставал на колени и молился. Он никогда не мог спать, не помолившись. И когда он, ну надо же помолиться. Иногда, знаете, когда мы ели в обществе с другими людьми, иногда я сам, когда я не стоя помолюсь, иногда я уже помолюсь, он более имел такую практику вставать на колени и молиться. И когда он вставал на колени и молиться, сначала вот эти его однокурсники, они смеялись над ним, они пошучивали с ним. Но когда они увидели его постоянство, вот этой молитвы к Господу, двое из них захотели посетить то собрание которые он посещает, что он пригласил их в собрание. И более конечно, он пробыл где-то два года в Штатах и двое из них, вот этих, молодых людей, которые были с ним в домах, однокурсники, они покаялись в церкви и приняли послан Иисуса Христа в свое сердце. Через несколько лет я встречался тоже с братом, и говорит, брат, как, сложила жизнь вот этого третьего, там говорящие веки, когда пришли на боль, он тоже посещал собрание, и тоже покаялся, и стал верующим. Другие братья и сестры, мы видим, что действительно люди, которые окружают в нас, если они нас видят истинно христиан, они хотят подражать нашу веру, они хотят служить нашему Господу, которому мы служим. Действительно, это яд и признакистина, спасающая веру, вера, которая влияет на окружающих. А сейчас испытайте каждый свою веру. Влияет и ваша вера на ваши коллег-порожники, на ваших родственников, на тех людей, которые окружают вас, и я не говорю, что какой ты верующий, лучше с ним не иметь никакого дела. Я хочу, чтобы сегодня каждый испытал свою веру. Давайте еще просто полторим детей, истинно, спасающую веру. И каждый испытает свою веру. Вера, истинная вера, это вера, которая имеет добрые дела, которая оказывает гостеприимство. Возрастает твоя вера и оказывает имена гостеприимства в твоей жизни, с тем людям, с которыми ты общаешься. Третий признак. Вера, которая подвижает мир. Испытай свою веру, брат и сестра. Подвижайший ты этот мир своим внешностью, своей жизнью. Или, возможно, мир влияет на тебя. Четвертый признак. Вера, которая действует любовью. Являешься ты любовью, твоей верой. Когда-то стоишь ли ты за своих родственников и близких, чтобы они спасли свои души. И пятый признак. Влияет ли твоя вера на окружающих? Твои окружающие родственники и коллеги по работе, которые окружают тебя. Как они отзываются от тебя? Хотят ли они поражать твоей вере или нет? Если нет, давайте проведем итог. Если нет, что нам нужно делать? Первое. Нужно прийти к горятелю веры. Источник веры. Начальник веры к Иисусу Христу. И Он даст нам живую спасающую веру. Потому что я понимаю, что истинная спасающая вера это Божий даст. Второе. Надо больше пребывать в чтении, в размышлении над Словом Божьим. Характеристики от последнего времени такая, что братья и сестры не пребывают в чтении. Много людей просто не читают Библию. Я предлагаю вам, братья и сестры, не испытывать друг друга. И когда прийти один с другим, вы не спрашиваете, как дела у тебя. Просто спросите, что ты сегодня, братья и сестра, читаешь? И вы увидите действительно, как люди мало читают. Нужно больше читать, потому что написано, что вера, слышание, слышание Слова Божьего. И действительно, нужно не уклоняться от общения с верующими. Нужно приходить в церковь, чтобы быть вместе, чтобы гореть одним турком, чтобы действительно славить Господу. Да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь. Да благословит вас, что действительно, это живая вера, она проявлялась в вашу жизнь. Давайте сейчас сходим в наших коленей и вознесем нашу молитву Господу и по славу им за это время, которое вам надо или нам для нас задать уверен. Будем с это! Спасибо.